Товарищи, сегодня мы на 14 занятии. Начинаем раздел про производство абсолютной прибавочной стоимости, откуда наберется эта прибавочная стоимость и как. Но сначала традиционно ответ на вопрос на сайте, на канале фонда рабочей академии в ютубе. Товарищ пишет, я конечно все понимаю, рабочий достоин получает в месяц 142 625 рублей, но кто будет оплачивать такую зарплату? В 2016 году насчитывалось 25 миллионов рабочих. В итоге в год 43 почти триллиона рублей. Воровая прибыль в 2016 году составила 35,8 триллиона рублей. А где взять еще 7 триллионов? А цены на все врага расписаны в методичке, кто их удержит на прежнем уровне? Вот тут две вещи есть, которые хотелось бы оспорить. Во-первых, товарищи, не надо особо считать себя счетоводами на основании официальных данных. Вот воровая прибыль в 2016 году составила 36 триллионов рублей. Мы на самом деле не знаем ни это, ни размер истинной воровой прибыли. Мы не знаем даже размер средней зарплаты. То, что Росстат публикует, это вообще говоря, цифры очень приблизительные. Даже хотя бы потому, что достаточно большое количество зарплаты, по крайней мере, вот в Ленинграде, в Москве, они выплачиваются серым видом в конвертах. И на это дело находится то же самое триллионы рублей. Откуда бы взялась вот эта цифра 142 тысячи? Это уровень потребления, ну, грубо говоря, примерно советский. Там, конечно, есть такая вещь, как автомобиль, который в советские времена считался роскошью. Но за исключением автомобиля, там ничего такого выдающегося нет, чего бы не имел советский человек. Всякого рода гаджеты, которые в этом расчете приведены, они стоят сущие копейки. Это уровень жизни, еще раз, ну, нормальный такой советской семьи, квалифицированного рабочего, инженера, у доцентов, скажем, в высшей школе, не говоря, что профессорах, даже повыше бы уровень жизни. С тех пор прошло три десятка лет. Ну, с какой стати уровень жизни должен падать? Почему тогда хватало, а сейчас вот не хватает? Ведь производительность труда, она постоянно растет. Мы вот здесь, например, у майской демонстрации шли с товарищем из Пскова, и он говорил, что даже в Пскове есть производство, заводы, достаточно современные, производящие достаточно сложную продукцию, не на отверточной сборке, но, конечно, не без западных комплектующих, но это не отверточная сборка. Они оснащаются современным оборудованием, станками с ТПУ. И, конечно, сейчас уровень оснащенности производства в России выше, чем в советские времена. Более производительное оборудование, более высокая производительность труда. Ну, в какой стати, вот какие основания есть для того, чтобы не платить людям именно вот эту величину, которая взялась, еще раз, из советских данных? Практически официально известно, что у нас норма прибыли в 3-4 раза выше, чем на Западе. То есть на рубль произведенной продукции наши работники получают в 3-4 раза меньше, чем в наиболее развитых странах. Это ничем не оправдано, и здесь надо двигать движок этот между зарплатой и прибылью капиталистов. Да, вырастут издержки производства, упадет прибыль, но в этом ничего страшного. Это первое. А второе, вот цены. Кто их удержит на первом уровне, на прежнем уровне? Тот же, кто их удерживает и сейчас на этом уровне. Потому что капиталистам, дай волю, они цены задерут до бесконечности. Воля экономической. М на это не дает закон стоимости, в частности, который мы изучили. Если капиталист будет повышать цены выше стоимости, то конкуренты, которые этого не сделают, отобьют у него покупателей. И несмотря на то, что наша экономика сейчас носит монополистический характер, монополия, это она в основном в сфере оборонного производства, каких-то космических вещей и так далее. А в мире потребительских товаров, там вполне все законы конкуренции у нас действуют. И никто это не даст особенно цены повышать. А цена, она зависит, как мы знаем, от трудозатрат. Ну, это издержки производства, если брать развитой капитализм и третий тон капитара. Мы сейчас пока что знаем стоимость. Цена – это денежное выражение стоимости. А стоимость, она падает вместе с падением затрат труда. А затраты труда, они при росте объемов производства растут или падают? Затраты труда. На одну единицу продукции, конечно. На одну единицу продукции падают. Конечно, падают. И вся, так сказать, дешевизна таких вещей, которые вроде и не очень простые, вы их руками не очень сделаете, а такие, как, скажем, бутырка, грубо говоря, стеклянная, они только за счет своих карасальных тиражей держатся на низком уровне. И здесь вырастет протежеспособный спрос. Не спрос вообще, не потребность вообще. При капитализме, как мы знаем, могут пшеницу сжигать во время голода. А вырастет именно протежеспособный спрос. Вырастет производство. И, соответственно, цены вовсе не обязательно повысятся, а вполне могут упасть. Падение, рост и снижение цен, оно от зарплаты, здесь такой однозначно линейной зависимости нет. Почитайте Маркса, который как раз по этому вопросу полемизирует с Прудоном. В пятой главе работы Маркса – нищета фирософии. Вот это там как раз один к одному. Прудон пишет, что если нет ничего более грубого, чем требовать повышения зарплаты, именно потому что с повышением зарплаты тут же многократно вырастут цены, и все станет плохо, ну и Маркс там разматывает эти воззрения Прудона очень убедительно и параномерно. Вот, ну прошу прощения, что мы отвлеклись. Игорь, вы, да, начинаете. Ну давайте тогда приступим. Так, начнем. Тема напомните. А, тема, да. Значит, тема у нас «Процесс труда и процесс увеличения стоимости». Ну и сначала рассмотрим процесс труда. Как он на увеличение стоимости? Так, значит, Маркс начинает с такого высказывания, что потребление рабочей силы – это сам труд. Покупатель рабочей силы потребляет ее, заставляя работать ее продавца. Далее он дает определение труда. Труд есть, прежде всего, процесс, совершающийся между человеком и природой. Процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Веществу природы он сам противостоит как силы природы. Далее Маркс выделяет простые моменты процесса труда. Это, во-первых, целесообразная деятельность или самый труд, предмет труда и средства труда. И выделяет далее, что Земля, с экономической точки зрения, к ней относится и вода. Первоначально, снабжающая человеком пищей, готовыми средствами жизни, существует без всякого содействия с его стороны, как всеобщий предмет человеческого труда. И рассматривает в отдельности предмет труда. Если сам предмет труда уже был, так сказать, профилирован предшествующим трудом, то мы называем его сырьем материалом. Ну, то бишь, это сырье, как мы все привыкли уже этим термином пользоваться. И далее переходит к средству труда. Средство труда есть вещь или комплекс вещей, которые рабочий помещает между собой предметом труда и который служит для него в качестве проводника, его воздействием на этот предмет. Предмет, которым рабочий подводевает непосредственно, есть не предмет труда, а средство труда. К средствам процесса труда относятся все материальные условия, необходимые для того, чтобы процесс мог вообще свершаться. Прямо они не входят в него, но и без них он или совершенно невозможен, или может происходить лишь в несовершенном виде. Далее Маркс отмечает, что в процессе труда деятельность человека при помощи средств труда производит заранее намеченные изменения предмета труда. То есть процесс угасает в продукте. Если рассматривать весь процесс с точки зрения его результата, продукта, то и средства труда, и предмет труда оба выступают как средства производства, а самый труд как производственный труд, производительный труд. Труд оставляет свой продукт в таких формах, в которых последний может найти применение только как сырой материал. Сырой материал в этом состоянии называется полуфабрикат. Это вот к тому, что такое полуфабрикат. То есть это тот продукт, который нигде не может быть, то есть он непосредственно в потреблении не может быть введен, то есть с ним ничего нельзя сделать. Он как предмет потребления потребительной стоимостью не является для потребителя конкретно. Если имеющиеся в наличии продукты являются не только результатами процесса труда, но и его условиями, то с другой стороны их вступление в процесс труда, то есть их контакт с живым трудом, служит единственным средством для того, чтобы сохранить и реализовать эти продукты прошлого труда как потребительной стоимости. Далее Маркс дает более подробное определение труда. Процесс труда. Процесс труда. Есть целесообразная деятельность для создания потребительных стоимостей, присвоения данного природой для человеческих потребностей, всеобщие условия обмена веществ между человеком и природой, вечно естественные условия человеческой жизни, и потому он независим от какой бы то ни было формы этой жизни, а напротив одинаково общ всеми ее общественным формам. И далее, вот что характерно для капиталистического производства. Процесс труда как процесс потребления рабочей силы капиталистам представляет две своеобразные особенности. Во-первых, рабочий работает под контролем капиталиста, поэтому которому принадлежит его труд. А во-вторых, продукт есть собственность капиталиста, непосредственно производителя нерабочего. И вот тут такое есть высказывание. С того момента, как рабочий вступает в мастерскую капиталиста, потребительная стоимость его рабочей силы, то есть ее потребление, труд принадлежит капиталисту. К куплеру рабочей силы капиталист присоединил самый труд как живой фермент к мертвым, принадлежащим ему уже элементам образования продукта. С его точки зрения, процесс труда есть лишь потребление купленного им товара, рабочей силы, но он может потреблять ее лишь при том условии, если присоединит к ней средства производства. Да, и он заканчивает, потому что вообще, говоря так, для человека как-то может быть непривычно, что он сделает какую-то вещь, она полностью в собственности капиталиста. Но Макс заканчивает тем, что эту вещь капиталист получил в результате, ну там не синтеза, там другое слово, Макс исправил, ну вот эти взаимодействия вещей, и рабочая сила рабочего, это всего лишь одна из этих вещей, наряду со средственным производством, с предметами труда и так далее. И сравнивает, что точно так же, как вино без всякого участия человека бродит в бочке, ну а здесь с участием человека то же самое, чисто собственность капиталиста создается, из принадлежащих капиталисту ценностей. То есть рабочая сила целиком принадлежит капиталисту на этот момент. Вот у меня такой, может быть, даже к Виктору Ивановичу вопрос. Вот Бур сказал, что это определение труда здесь, Макс, да. Ну во-первых, здесь вот это определение, что вот это определение труда, вот это труд весь прежде всего процесса. Ну вот, во-первых, это определение того, что только одной стороны труда, конкретного труда, да. Если мы знаем абстрактную труду, как, ну он имеет два момента, это конкретный труд, как целесообразную деятельность по созданию потребительных стоимостей, и абстрактный труд, как затраты рабочей силы. Это не так. Значит, вот давайте вспомним. Вернемся к самому началу. В этой главе? Конечно, с этой главе. А то, что передайте матку, где глава? Вывод, который вы прочитали, вот расширено, сказать, большое определение труда, да, это целесообразная деятельность и так далее. Вот в этом определении, как особой целесообразной деятельности, да, посредством которой человек, там, видоизменяет предмет природы, для своих целей и так далее. Труд в этом определении выступает как свойство всего человечества на любых этапах его развития. И в первобытном общинном строе, и рыболодельческом, и феодальном, и капиталистическом. Другое дело, что в каждом способе производства есть еще форма этого труда, да, общественная форма, социальная форма труда. Так вот, в этом определении дается, это самое абстрактное определение, труда не зависит от труда. Это труда вообще. Да, совершенно верно. А при капитализме труд имеет своими моментами. Это уже форма пошла труда. И вспомним понятие производства. Что такое производство? Это присвоение предметов. Нет, это процесс присвоения предметов природы в рамках и посредством определенной общественной формы. То есть здесь внутри сидит как момент. В рамках определенной формы общества. И самое главное нас интересует. Вот это, так сказать, определенная форма общества, которую будем дальше во втором параграфе Марса рассматривать. То есть рассматривать второй момент основной, который нас интересует. Процесс производства стоимости и его увеличения. Без исследования вот этой наиболее общего понятия и определения труда вообще, ну получается, как вот без определения ступеней идти вперед нельзя. То есть в данном определении можно вот это определение применять к труду, скажем, коммунистическому обществу. Можно, да. Феодально можно. Да, конечно, абстрактный труд, он существует только при производстве товаров. Это как трудозатраты. Затраты рабочей силы. Рабочей силы тоже, так сказать, она как товар не уступает в других общественных формациях. Так что поэтому это так, да. Ну что, первую часть мы завершили. Ну, вторую. Процесс увеличения стоимости тогда. Сергей Евгеньевич. Так, процесс увеличения стоимости. Да. В процессе производства капиталиста, как мы знаем, интересует произвести не просто потребительную стоимость, а такую, которая была бы меновой стоимостью. И второе, это чтобы эта меновая стоимость была, то есть, чтобы, не меновая стоимость, а чтобы стоимость произведенного товара была больше стоимости тех товаров, которые капиталисты используют как средства производства. И рабочая сила. Ну, это тоже товар. Чтобы стоимость проведенных товаров была больше потребленных в процессе производства. Да, потребленных товаров. Рабочая сила тоже товар, поэтому здесь, в общем, в том числе и рабочая сила. Стоимость произведенных товаров должна быть больше. То есть, его интересует прибавочная стоимость. А, ну, в общем, вот как товар у нас был. Мы рассматривали двойственную природу товара, в том плане, что он есть потребительная стоимость, и в этом плане его создает конкретный труд, и, с другой стороны, стоимость его, и в этом плане он результат абстрактного человеческого труда. И таким же образом процесс производства, он то также является единством процесса конкретного труда и процесса производства создания стоимости. стоимость, как мы уже знаем, определяется количеством труда, овесчисленного в товаре. Ну и вот у нас сейчас задача посчитать, что составляет эту стоимость товара. Ну вот, например, будем рассматривать пряжу, производство пряжи. Пряжа, она производится из хлопка для ее, ну вот, в простейших вариантах изготовления пряжи это делается веретеном. Ну и вот Маркс приводит такой процесс производства пряжи из хлопка с помощью веретен. так, например, у нас средствами для производства, товарами, которые должен приобрести капиталист для начала процесса производства, это хлопок и веретена. Вот он тратит на них. Например, он закупает 10 фунтов хлопка за 10 шиллингов и покупает веретена. Веретена, ну, на сумму 2 шиллинга, там, такое количество. То есть, на такую сумму нужно купить веретен, чтобы... Не совсем так, на такую сумму они изнашиваются в ходе... Да вот я это и хотел сказать, что на такую сумму их нужно приобрести, потому что они, собственно, износятся во время обработки вот этого хлопка. Пропущение, Маркс делал, что они полностью изнашиваются. Ну, понятно, что они не до нуля, они выходят как бы из строя. Износятся, затемнят. Что веретен, который является для нас представителем всех применявших средств туда, потреблено при работе хлопка, такое количество. Ну, да, ригетен, который имеет стоимость, 2 шиллинга. Они изнашиваются, и потом им неудобно становится работать, их приходится менять. Вот. И получается сумма, вот, необходимая для обработки этого хлопка 10-10 фунтов, это 10 плюс 2, 12 шиллингов. Так, в шиллингах там у нас считали. Шиллинги, да. И вот тут Маркс предлагает посчитать, что 12 шиллингов, ну, это приблизительные, конечно, условные цифры, но приблизительно составляет продукт 24 часов работы по добыче золота. Ну, и таким образом можно вот приравнять труд человека, который обрабатывает 10 фунтов хлопка в пряжу, сопоставить вот 12 продукт, продуктом 24 часов работы добычи золота. Значит, здесь мы можем, что получается у нас уравнение из 10 фунтов хлопка плюс 2 веретен на 2 шиллинга получилось 10 фунтов пряжи, это по массе. И получается, что из одного получилось другое, и получается они меновые стоимости друг к другу. 10 фунтов хлопка на 2 шиллинга веретен и 10 фунтов пряжи готовой. Получается, здесь равны по стоимости, то есть меновые стоимости. И пока, естественно, тут ниоткуда у нас прибавочная стоимость не взялась. Но капиталисту ему нужно еще рабочую силу закупить. И вот такое количество хлопка в среднем, в конкретных условиях общественных, конкретно данном обществе, средней умелости рабочей при среднем оборудовании, так сказать, по обществу, он обрабатывает такое количество хлопка в пряжу за 6 часов. И вот капиталисту нужно купить работника, купить его рабочую силу, так, чтобы он мог произойти эту работу. И вот капиталист покупает рабочего на, допустим, на день рабочий. Рабочий день в среднем по обществу конкретно, в конкретном обществе, работа среднего, рабочий день среднего работника оплачивается в размере 3 шиллинга. Собственно, это чем определяется? Это определяется, как любой товар. Товар рабочая сила, ну, мы это уже вроде изучали, да, что его стоимость, она зависит от того количества жизненных средств, которые нужно употребить для того, чтобы поддерживать рабочую силу работника в должном состоянии, чтобы она возобновлялась, ну, как любой товар. И таким образом, к этой сумме в 12 шиллингов, затраченных на средства производства, мы должны добавить еще 3 шиллинга, затраченные на рабочую силу. Получается 15 шиллингов. Ну, тут капиталисту, ну, да, мы затратили вот на средства производства, на рабочую силу, а ему надо получить прибавочную стоимость. Вот рабочий в течение рабочего дня должен отработать, во-первых, стоимость, авансированную в средства производства, в хлопок и веретенок, а также авансированный в его рабочую силу, то, что авансировал капиталист. Это задача минимум, так сказать, для капиталиста, чтобы хотя бы не уйти в минус. Вот. Рабочие в среднем по обществу за 6 часов это вырабатывает, отрабатывает стоимость эту. Ну, вот тут многие буржуазные экономисты начинают выдумывать, откуда же капиталист берет свою долю во всем этом процессе, свою прибавочную стоимость, что вроде как он организатор процесса производства и так далее. Но на самом деле дело здесь в том, что рабочий работает не только те 6 часов, которые необходимы для отработки вот этих 15 шиллингов авансированных, а он в течение рабочего дня также работает и не 6 часов, а больше. В частности, вот в то время, там, рабочий день легко мог быть 12 часов и даже больше. И вот за эти 12 часов он помимо… Ну, вот тут уже можно сказать, что, наверное, что вот это время, за которое он отрабатывает свою рабочую силу… Необходимое время. Это необходимое время. А вторая часть? В принципе… Вперед забираем. А? Вперед, да. Можно пока… Сейчас нам главное понять, откуда взялось это. Ну, тут, кстати, можно сказать, что речь идет о… Тут мы говорим о среднем труде и простом труде. То есть, если бы мы взяли для примера какой-то сложный труд, то это на самом деле не изменило бы ситуации, а здесь это все легко… разница устраняется коэффициентом. Сложный труд, там, можно его… сложный труд равен… Там, простой труд умноженный на какой-то коэффициент и будет результат тот же. Это, в общем-то, мы увидим тоже. Также тут можно сказать, что речь идет о… Ну, средних по обществу условиях труда оборудования и среднем по обществу. То есть, если капиталист вдруг вздумает веретено делать не из железа, а из золота, например, это будет дороже оборудования. Они точно так же будут стираться примерно, наверное, так же. То есть, а золото, оно дорогое, оно и затрется, капиталист потеряет эту стоимость, но это никак не повлияет на стоимость произведенного товара. То есть, просто не нужны лишние затраты. Речь идет о среднем необходимом времени по обществу. Вот так… Значит, что мы здесь увидели, что стоимость средств производства и рабочей силы, они составляют часть стоимости произведенного товара. Так, сейчас… Может, мы вернемся тогда, сначала, все-таки, вот основной вывод, откуда она получается, эта самая прибавочная стоимость? – Так вот… – Приведем здесь… – А, тут же входит, жульничества никакого нет. – Да, жульничества нет, сейчас я договорю это. – Да, он купил рабочую силу по ее стоимости, купил следствия производства по их стоимости, купил метод по их стоимости. – Я сейчас скажу, я просто думаю, ничего ли я не пропустил. – Значит, да, капиталист… Вот мы уже на прошлом занятии искали, где бы там капиталист мог получить прибавочную стоимость, не нашли нигде. Мы видим, что в процессе производства действительно тут все может быть честно, капиталист честно купит средства производства, купит честно рабочую силу, нигде даже никого не обманет. И при этом у него получается прибавочная стоимость из того, что… Ну, собственно, я уже сказал, что рабочий работает сверх того времени, которое необходимо для того, чтобы отработать средства, авансированные в средства производства и в его рабочую силу. Капиталист, он покупает не время труда рабочего, а он покупает рабочую силу за день, вот за эти три шиллинга. Рабочий, работая, ну, например, шесть часов, отработал свою рабочую силу, а дальше… И вот он, допустим, сделал из десяти фунтов хлопка, сделал десять фунтов пряжи. А дальше рабочий день продолжается, ему капиталист говорит, так ты давай дальше работай, я же купил твою рабочую силу на день, вот и работай дальше. И рабочий работает, он берет новую гору хлопка, еще десять фунтов, делает из них еще десять фунтов пряжи за следующие шесть часов рабочего дня. Но за это он не получает еще три шиллинга, потому что капиталист купил не его труд, а купил его рабочую силу на весь день за три шиллинга. И полностью оплатил. И полностью оплатил. Вы уже все сказали, за первые шесть часов он отработал на себя, а он работает еще шесть часов. А вот отсюда и… Ну, он и на себя, и на капиталиста, конечно, и первые шесть часов работал. А что он тут на капиталистах работал? Тут, на самом деле, для удобства это так показано. Стоимость какую? Своей рабочей силы. И употреблял стоимость купленных капиталистом средств производства, в данном примере 12 шиллингов, которые посредством своего труда переносились на готовый продукт. Нет, но ему капиталисты за фротехты и шиллинга по стоимости его рабочей силы, а за эти… Прибавочной стоимости в данном случае для капиталиста нет. Да. А вторые – это вот уже прибавочная… А вот такой вот вопрос. А вот это, может быть, кому-то… Нет, может быть, это кому-то не очень понятно осталось. А вот стоимость пряжи и стоимость, скажем так, средств труда и предметов труда, она входит вот в эти… Рабочий за первые шесть часов своего труда, он отработал эти средства труда и предметы труда, или он только свою зарплату отработал, свою стоимость рабочей силы? Вот эти три шиллинга, что он получил за первые шесть часов работы? Ну, вообще стоимость… Не он получил ранее, а то, что он произвел стоимости на три шиллинга за первые шесть часов работы. Стоимость этих средств производства, она перенеслась в стоимость продукта… Это следующая глава. Добегаем вперед. Ну, собственно, а здесь тоже это так пишется, что пряжа, она же состоит из хлопка, на хлопок тоже был затрачен труд на его производство, но и, собственно, пряжа, она точно так же состоит из труда производителя хлопка, как она состоит из труда того, кто придет. Тут это уже понятно, что она переносится в стоимость. То есть, значит, первые шесть часов своего труда рабочий на работах только на свою зарплату, а последующее прибавочное время он работает и на стоимость пряжи и предыдущего вот этого труда, предыдущих рабочих, которые производили пряжу и веретена, и плюс чистое вот это, как Маркс называет, но это уже позже действительно будет доход капиталиста так называемый. То есть, то, что капиталист тратит чисто на свое потребление, да? Я так понимаю, что на самом деле отрабатывать стоимость хлопка там не нужно. Как это не нужно? Ведь капиталист купил хлопок, он на него потратит какую-то сумму. Его если ты его не отработаешь, ну, его можно продать. Ну, как бы, а стоимость она никуда не теряется? Нет, я не к тому, но он же какую-то часть хлопка рабочий, если можно так выразить, испортил, он из него сдержал пряжу. Ну… Не испортил. Не испортил. Ну, целесообразно превратил в пряжу, да. То есть, но хлопка уже этого нет. А деньги за него уплачены. Есть пряжа. Ну… Этой пряжи вот за первые шесть часов своей работы на три шиллинга сделан. Вот входит ли сюда стоимость этого хлопка в эти три шиллинга, которые рабочий в необходимое время произвел? На 15 шиллингов в данном примере сделан пряжей на 15 шиллингов. На 15? Но он… И вся пряжа, вся, без исключения, до грамма принадлежит капиталисту. Ну, то да. А рабочий получает три шиллинга. Капиталист продает за 15 шиллингов, ну, по данным… А эти 15 шиллингов… Компенсирует за заработную плату рабочих по стоимости. Стоимость рабочей сил нет еще заработной платы. Да. И 12 шиллингов на приобретение пряжи веретен. И остался с носом, вроде как. А вот если он заставляет рабочего работать… Два раза больше, в данном примере… Вот, вот, вот… Вот это вот… Два раза больше, значит, он должен купить срез производства, в данном случае, пряжи… Хлопка, и верите, он не на 12 шиллингов, а на 24. Правильно? На 24. Которые войдут в готовый продукт. Да, да. И туда же войдет дневная стоимость заработной платы. То есть, 27 получается. А стоимость произведенного товара… Произведенного товара – 30. Итого вот эти разницы… То есть, это вот последнее… То, что работают рабочие последние, вторую половину своего рабочего дня, это чисто остается в распоряжении капиталиста, который капиталисту эти деньги не надо тратить ни на сырье, ни на оборудование, а чисто вот это его прибыль уже. Прибавочная стоимость. Ну, как условный пример, да. То есть, невыплаченная заработная, как сказать… Да. Рабочая сила, она есть… Нет, еще заработная плата. А неоплаченный труд из условий, что оплачивается полностью стоимость рабочей силы. Да. Да. Да, именно, что неоплаченная стоимость рабочей силы, она является… Нет-нет, она оплачена полностью рабочая сила. Рабочая сила оплачена… Мы берем такой пример, что, грубо говоря, как в наших условиях, 142 тысячи получают рабочие. Или 145, или сколько там. И вот рабочая сила полностью оплачена. И все равно второе дня он работает бесплатно на капиталиста, а рабочая сира его оплачена полностью. Волшебный товар рабочая сира, ты ее оплачиваешь полностью, а рабочий, так сказать, потребляя эту рабочую сиру, ты получаешь больше, чем она стоит. То есть, никто никого не обманул, а капиталист проявит, такой товар рабочая сира специфический. А рабочая сира оплачена, рабочий полностью, подразумевается в этом примере, он себя вознаградил за труды, там поел нормально, у него жилье нормальное, все, он восстановился. Это тут пример такой вот, чисто. Вот первые 6 часов, получается, рабочий создает стоимость, так же, как и последующие, другие 6 часов, но в первые 6 часов не происходит увеличение стоимости. Создание прибавочной стоимости. То есть, он просто компенсирует, и это время, это... Необходимое. Необходимое время, это процесс образования стоимости, а другие 6 часов, это процесс увеличения стоимости. Может, да. Что там еще? Нужно что-нибудь сказать? Надо бы выводы и делать. Вот вы все рассказали, все вроде правильно, и вопросов, так сказать, особых нет. Осталось бы грабище во прибавочную стоимость поймать с поличным. Подытожить? Собрать урожай. Ключ к разгадке-то это в чем? Ключ к разгадке... Мы уже посчитали, что затраты на первые 6 часов работы... Ну, пока уже, вы видите, приметы. 15, на другие 13. Итого 27, а продали за 30. Вот он пошел на рынок, продал за 30, и у него 3 шиллинга получилось при прибавочной стоимости. То есть, он купил рабочую силу, это такой особый товар, который... Собственно, его потребительная стоимость для капиталиста состоит в том, что это товар, который производит прибавочную стоимость. Ну, правда, первое... Что-то еще нужно? Нет, первый Марс делает вывод, что стоимость рабочей силы, в данном примере дневной рабочей силы или издержки на рабочую силу, и стоимость, создаваемая рабочим в течение дня, две большие разницы, причем количественная. Количественная. То есть, здесь-то это крохотная разница, что там, что там, половину времени работал бы себя. Мы берем философскую, Иван Михайлович, две большие количественные разницы. Вот сейчас, да. То есть, та стоимость, которая создается в течение рабочего дня, она будет... А, в смысле, что... Да, там он говорит, что... Вот это первое. А второе, вот совершенно правильно сказали. В чем вот это волшебство? Вот это избыток? Не в стоимости рабочей силы, а в потребительной стоимости потребляемой рабочей силы. Обязательно нужно различать стоимость рабочей силы как стоимость необходимых средств для поддержания... Ну, собственно, для... Как вот любой товар, нужно затратить какие-то средства, какую-то стоимость для его производства. Также для производства рабочей силы нужно затрачить определенные средства на определенную сумму. Это будет стоимость рабочей силы. Совершенно верно. Это одно. А вот второе, это то, что это... На какую сумму, то есть, какую стоимость во время рабочего дня эта рабочая сила может произвести. Так вот, уже, получается, во времена Маркса рабочая сила могла произвести в среднем по обществу, ну, скажем, это приблизительно, конечно, но вот в два раза больше, чем ее стоимость. Ну, это уже в конкретном примере. Ну, это, да, понятно, что это условный пример. Что значит, провести для общества, он произвел на сумму в 24 шиллинга, а стоимость его рабочей силы 3 шиллинга. Это не в два раза больше, а в 8. Нет, ну тут же ему же... Реально капиталист заработал всего 3 шиллинга за день. Ну, это не заработал, а получил... Ну, да, не заработал. Прибавочный присвоил. Имейте в виду, что он авансировал, допустим, за этот день, он авансировал 27, а получил 3. Ну, имеется в виду прибавочность стоит дельта. А, ну, дельта 3, да? Да, вернул всего 30, то есть разница 3. Вот это 3, это то, что он заработал. То есть рабочий получил зарплату 3 шиллинга, а капиталист получил в прибавочной стоимости 3 шиллинга. То есть рабочий может наработать за день себе 3 и 3 капиталисту. То есть в два раза, получается. Ну, вот оно. А сейчас... Пользовая рабочая силы. А сейчас, получается, уже не в два раза, а сколько там? Ну, вот Виктор Георгиевич Дорков, я забыл, вы были на лекции, Виктор Георгиевича Доркова. Он приводил цифру 40 минут необходимое время. То есть это на... Понятно, что там в ларьке в каком-нибудь... Нет, ну, в ларьке там-то такое же, как были и в те времена. То есть это на крупном? Скорее всего, конечно. Капиталистическом предприятии. На крупном там заводе, фабрике вот такая производительность. И вывод-то, и последний. По цепочке. Что взятый, что процесс производства взятый как единство. Процесса труда и процесса производства стоимости есть процесс товарного производства. Производство товаров. А взятый как единство. Процесса труда и процесса увеличения этой стоимости, он есть капиталистическая форма товарного производства. То есть там, где просто производство товаров, потребительной стоимости и просто стоимости, а если есть процесс увеличения стоимости, то есть капиталистическая форма товарного производства. И вывод последний. Производство прибавочной стоимости, это есть производство стоимости, продолженное далее известного пункта. О чем вы прекрасно все это разложили в примерах. Вот такой вывод, мне кажется, надо сделать. Да, ну собственно про сложный труд тут еще, но это я уже в принципе сказал. Это уже, как говорится, важнейшее очень дополнение, но мне хочется, чтобы вот эта главная мысль не ушла. Потому что если мы о чем разбирать, там сложный простой труд, еще мы можем эту нить красную потерять. Да, это вот очень существенно на то, что сказал. А сейчас, Виктор Иванович, вот здесь у нас вот есть некоторые вещи, на которые можно бы немножко заострить. Во-первых, здесь вот Марк сдает определение, не осуждение, не знаю, вот услуга, понятие услуги. Услуга есть не что иное, как полезное действие той или иной потребительной стоимости. Товар или, труда ли. Вот труд, это разве потребительная стоимость? У меня как раз рабочая сера потребительная стоимость. Рабочая сила имеет потребительную стоимость. Нет, товар любой есть, да. А вот можно сказать, что это потребительная стоимость? Вот здесь может Марк очень аккуратно. Не Марк, а перевод надо смотреть. Может быть и перевод, да. Вот, и вот это вот вообще здесь есть вот так немножко, что вот сказать. Ведь дело в том, что, скажем, Михаил Васильевич об этом неоднократно говорит, что водитель… Труд, значит, смотрите, потребительная стоимость – это у нас вещь. Помните, самые первые слова? Да. А труд – это что? Это процесс, это деятельность. Да. Вот деятельность, она угасает в продукте. И результатом труда является потребительная стоимость. Труд – это процесс переноса потребительной стоимости с рабочей силой. В данном вопросе это просто деятельность пока. Определенная деятельность, которая угасает в продукте. То есть, например, подстригли человека? Нет, это услуга, и другое. Значит, с самого начала Марс рассматривает материальное производство, вещи. А когда вас подстригли, да, вот это услуга, а это перенесли рабочую силу на голову. Ну, тут вот есть о чем подумать. То есть, прическа – это как бы саму… Ну, про их мать, потому что она свою рабочую силу, свои нервы, свою энергию, свою мускулу, она перенесла вам на голову, и она уже вот такая после этого. Вот мы через несколько глав Марс, он будет рассматривать. Вот есть исходное понятие производительного труда. Этот труд, во-первых, рассматривается в материальной производстве, результатом которой является какая-то вещь совсем. А дальше он пишет, что это определение развивается. И в расширенном, и в узком. Вот упомянул и дальше. Упомянул, да. Вот дальше есть и в расширенном процессе развития этого определения производительного труда пойдет у него и в расширенном, и в узком понимании. А в узком понимании – это труд в капиталистическом обществе. Какой труд производительный считается? Труд с удовольствием… С удовольствием даем идеально… Нет, труд с удовольствием привлеченную стоимость с точки зрения капиталистов. Ну, в повышенной стоимости вероятность дает пострижение. Даже если учитель, который обрабатывает… А, ну это вот эти том уже. Да вот здесь это дальше будет. Не надо забегать в первом томе, через несколько глав. Будем это рассматривать. Вот. И еще, так сказать, на чем здесь хотелось бы заострить. Тут вот Сергей Викторович это упомянул. Но тут есть такой абзац. Рабочая сира должна функционировать при нормальных условиях. Если предельная машина является общественно господствующим средством труда при предении, то рабочему нельзя вручать старинную пряжку. Он должен получить хропок нормального качества, а не отбросы, которые рвутся каждую минуту. Иначе ему в том и в другом случае на производство одного фунта пряжи пришлось бы затратить больше рабочего времени, чем общественно необходимое время. Но это излишнее время не создало бы стоимость или денег. Однако нормальный характер материальных факторов труда зависит не от рабочего, а от капиталиста. Вот это вот очень существенно. Потому что в наших условиях, образно говоря, и пряжки рабочие должны за свой счет. Никто к пряжкам не подходит, капиталистов не волнует, крутись. И хропок ему дают отвратительного качества. Но если не успеешь, значит задержишься после работы, додераешь. Но ты должен выдать продукт, а как ты его выдашь, твои проблемы. Ну, у тебя, значит, квалификации не хватает и так далее. То есть это вот тот самый случай, этот вот очень болезненный в настоящее время момент. И далее вот о квалификации. Вот тоже тут немножко, может быть, на этом не надо бы разострять. Потому что главное, как совершенно верно Виктор Иванович сказал, это принцип. Но вот какова бы ни была разница в степени между трудом предельщика и трудом ювелира, та доля труда, которую ювелирный рабочий, лишь возмещая стоимость своей собственной рабочей силы, качественно ничем не отличается от той добавочной доли труда, которой он создает прибавочную стоимость. То есть самые квалифицированные работники, они точно так же создают прибавочную стоимость, как и самые низкоквалифицированные. И здесь вот, мне кажется, два слова уместно будет сказать о таком моменте. Вот иногда приходится слышать, что рабочий класс империалистических государств ведущих, он соучаствует как бы в грабеже других частей мира, других государств, и якобы поэтому вот именно в Америке там, скажем, более высокая заработная прата, чем в Непале. Это здесь вопрос, мне видится, более сложный. Но это к отдельным-то капиталистам это не относится. Когда конкретный капиталист начинает свою делу, он смотрит, как бы ему поменьше заплатить рабочим, как бы по-наидешевевшее что-то найти. И, конечно же, вот более высокий уровень жизни рабочих в развитых капиталистических странах – это не результат того, что они нас грабят. И здесь вот такая сквозит нота, что нам, дескать, такого и не видать, и нечего за это и бороться. Эти вот цифры, 142 тысячи рублей в месяц и так далее, это все якобы от рукавого. А это результат того, что там выше стоимость рабочей сиры. А стоимость рабочей сиры, она берется откуда? Если рабочий красный ведет борьбы, как писал Маркс, то стоимость этой рабочей сиры сводится к самым элементарным предметам потребления, без которых не выжить. То есть, вот он поерчет, а не умер с городу на следующий день. Ну и все, хватит с него, нечего ему больше. И вообще, если человека каждый день кормить, он от этого нагреет. Так где стоимость рабочей сиры выше? В Америке или в Непале? Выше в Америке, конечно. Потому что там стоимость рабочей сиры входит в наличие автомобиля, необходимость наличия автомобиля. Это общепризнано. И целый ряд других вещей, которые считаются нормальным, что в Америке они входят в стоимость рабочей сиры. А в Непале там поер, там в бамбуковый лист завернулся в пальмовый, поспал и на работу. И это самое. Это один из факторов, так сказать. А какие еще? Начало, значит, только первый фактор сказали, надо раскручивать эту цепочку. Вообще, самое главное, то, что производительность труда в Соединенных Штатах Америки гораздо выше, чем в Непале. Не знаю в цифрах, но могу сказать, что производительность труда в промышленности в России составляет 20% от уровня производительности труда в Соединенных Штатах Америки. А откуда сведения? Статистика. Ну вот в советские времена это было 80%, то есть они с тех пор настолько от нас убежали. От советских времен, нет, промышленности сейчас 20%. Это буржуазная статистика дает. Это так убежали. Это тот случай, когда они бы рады приврать, прилгнуть, но, видимо, не могут. То есть, скорее всего, это точная статистика. Значит, в Непале еще, наверное, хуже. То есть, вот колоссальный такой разрыв. И второе, чем определяется при столкновении двух сил, а мы потом будем выяснять, да, вот необходимый труд, вот прибавочный, он может туда пойти, туда. Две силы, рабочая класса и капиталисты. Результат какой будет? Ну, какая перетянь? Результат борьбы. Совершенно верно. Вот борьба, о чем Макс говорил. Вот, Виктор Иванович, все-таки вот это вот вы правильно сказали насчет производительности труда. Ну, и последнее, значит, и рост производительности труда, и как влияет на стоимость рабочей силы? Никак. Она падает. Она падает. Та же падает. Другое дело, что вы совершенно правы, я не оспариваю, потому что вы начали, так сказать, раскручивать эту цепочку, что уровень потребности, конечно, у рабочих Соединенных Штатов Америки больше, безусловно. Это уже все вот так вот накручивается, потому что там и более современное производство, оно требует, так сказать, больше образования, там, лучше питания и так далее, и так далее, так сказать, от американских рабочих. Вот, Виктор Иванович, а вот все-таки вот по поводу производительности труда. Вот когда была забастовка в 2006 году на Форде, вот это мы на приводил цифры, что абсолютно одинаковые заводы стандартные, фордовские, в США рабочие получают 4,5 тысячи долларов в месяц, в Бразилии 2,5 тысячи долларов в месяц, а у нас тогда борьба шка за тысячу долларов в месяц, и не в парне успешная. Это абсолютно то же самое. Пример ограбления крупными монополиями, крупнейших империалистических держав, более слабых стран. Россия, Непала, Бразилия и прочее, прочее. Но ведь и рабочие в Соединенных Штатах, они тоже несут прибавочную стоимость, и немало. У них же не отрицательная прибавочная стоимость. Но вот здесь, а почему сверхэксплантация? Потому что вот такие традиции уровня жизни сражились, и такая вот, такие вот. Это, так сказать, стадия империализма. Вот империалистические хищники грабят более слабые страны. Но была бы здесь другая стоимость рабочей силы, другие были бы запросы, так, наверное, и здесь выбили бы, и забастовочной борьбой в том числе. Почему они Бразилию грабят меньше, чем нас? Там профсоюз более сильный, в частности. Нет, ну, насчет того, как они грабят больше кого в Бразилии, у нас, я не знаю. Ну, вот цифры две с половиной тысячи, в Бразилии тысячи у нас. Значит, там, да, скорее всего, там профсоюзы... Ну, это не потому, что Бразилия сильнее России. А уровень производительства труда на те же фордовских заводов, он одинаковый. Одинаковый в России, что в Бразилии, что в Соединенных Штатах Америки. Просто стоимость рабочей силы, заработная плата, точнее, не стоимость рабочей силы, это неизвестно еще, посчитать надо сравнить. Можно предположить и согласиться, что в США она побольше. А вот заработная плата в разы меньше. А уже почему она такая? Это вот отдельный разговор. Ну, что у нас? Задание надо? Так, ну что, да, следующая игра, ваша стая, постоянные капиталы, переменные капиталы, ЦИВ, наша любимая. Ну, ничего, Иван, вам придется брать. Целиком? Да? А что, там 11 страничек всего-то я посчитал. И потом легкий материал, это уже мы продрались здесь, через схожные вещи мы продрались. Ну, здесь тоже есть сложно. Я бы попросил кого-то новую прибавочную стоимость уже почитать. Думаете, дойдем в следующий раз? Конечно. Не знаю. В следующий раз хорошо бы немножко подвести итог этого учебного года. Последнее будет в этом учебном году. Я бы попросил минут 15 на это. Потому что надо все-таки сказать. Мы вот прошли по этим, по торчине книги, если смотреть, мы очень немного прошли. А так вот все-таки тем, кто будет говорить, что мы очень медленно идем, я бы все-таки с ними, с этими товарищами подискутировал бы. И мы знаем достаточно много. Я с ним дискутирую. Надо идти, как идем. Идти надо, как идем. И надо все-таки подвести итог, что вот мы узнали за это вот время. Потому что тут на работе один молодой коллега. Я ему говорю, записывайтесь в Красный университет. А где это? Ну, погуглите вы. А почему вот я должен гуглить? Вот военмех, который я закончил, гуглить не надо. Я говорю, ну вот военмехи, и что вы там знаете после своего военмеха? Много. В области профессиональной, наверное, много. Ну, в области профессиональной знает, да. А в области политэкономии, хотя там приличные люди, там таких явных рыночников нет во военмехи, но все равно. Вот. Ну что, товарищи, тогда на сегодня мы заканчиваем. Спасибо большое. Всем, кто потратили этот пятничный вечер, значит, в следующий раз встречаемся в 18, да? 18-го 18. А, кстати, да, 18-го часа, 18-го часов. Продолжение следует...